В начале августа на эти поля выходит вся техника, чтобы приступить к уборке урожая. Сроки оказались двинутыми примерно на две недели. Всему виной даже не дожди, а слишком низкая температура. Культуры просто не успели дозреть. Если в Татарстан вернется дождливая погода, есть опасность переувлажнения почвы. Это может затруднить движение зерноуборочной техники в поле. Однако пока синоптики и аграрии дают позитивные прогнозы. 28 тысяч гектар мы сегодня имеем зерновой клин. Сегодня на вид хлеба неплохие. Из них 7 тысяч 200 гектар это озимые культуры, остальные яровые культуры. Озимые уже созревают. С числа 5-8 ученые говорят и агрономы. Примерно начала уборки, если ничего так нормально будет. Накануне все агропромышленные предприятия района посетила специальная комиссия Министерства сельского хозяйства. Казанские агрономы и инженеры проверяли готовность зерноуборочных комбайнов, зерноскладов, сушилок, зерноочистительных машин, соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности. Комбайны проверили на герметичность, чтобы минимизировать потери зерна. На поля Нижнекамского района выйдут 54 единицы техники. Нагрузка на каждые более 500 гектаров. Комбайнеры и машинисты уже готовятся к жаркой паре. Работаем как бы световой день с 5 утра, можно до 10 вечера. Ну как там получается? Так же нет, да. Пока же аграрий занят заготовкой кормов. В Нижнекамском районе их посевы составляют почти 20 тысяч гектаров. Перед сельчанами стоит задача по увеличению производства молока и мяса на 5%. Поэтому кормовая база должна быть обеспечена в полном объеме.